154 серебряные монеты, 94 из которых советские времен Непа, 59 Российской империи от Петра I до Николая II и еще одна французская времен Наполеона Бонапарта. Эти и другие ценные находки сегодня липецкие археологи передали в Пермский краеведческий музей. Собранный материал сможет многое рассказать об истории Перми, а некоторые артефакты по-настоящему уникальны. У нас есть фрагмент попадает изразца, который датирован концом 18 века. Таких изразцов у нас в фондовом собрании нет. Мы также заинтересованы, чтобы эти предметы не только остались у нас за музейными фондовыми дверями, но и исследователи, ну скажем так, от школьника до кандидатов в наук для студентов были заинтересованы в изучении. Мы максимально готовы показать, предоставить им эту возможность. Добыли ценный материал в результате раскопок в историческом центре Перми по улице Максима Горького, 10. Там же под полом одной из построек нашли настоящий клад. Интересно, что более старые императорские монеты были слеплены в монолит. Камеральные исследования показали, монеты спеклись в результате пожара. Чтобы сохранить находки, реставраторы приложили немало усилий. Мне пришлось их замочить, удистилять, то есть я их замачивала и по истечению времени я начала убирать почвенные загрязнения на них и мне удавалось потихонечку, а не сразу, отделять каждую монетку. Владелец клада спрятал монеты примерно в 30-е годы 20-го века, но воспользоваться заначкой не успел. Кем именно он был, пока неизвестно, но предположение есть. По одной из версий, родственник владельца клада мог служить в царстве польском. На это указывают некоторые монеты. По другой, владельцем мог быть пермский архитектор Федор Морогов. Но ученые подчеркивают, все это лишь гипотезы. Еще раз повторяю, до тех пор, когда мы не получим данные по этому году, 28-30-х годов, и не увидим, что тот или иной человек ушел из жизни или пропал, вот до этого все наши гипотезы остаются гипотезами, а факты надо добывать. И то, что мы сейчас делали, передали в музей, это уже следующий этап научного освоения этой информации. А в музее анонсировали. Уникальные находки появятся в выставочных залах уже в ближайшее время. Так что приобщиться к истории родного города сможет любой желающий. Виктор Козеев, Татьяна Сарамотина, телекомпания «Ветта».